Сегодня на базе 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде состоялась городская военно-патриотическая игра «Призывник-2023». Самые сильные, ловкие, находчивые определялись и школы, и других учреждений образования города над Бугом. Традиционно организаторами соревнований выступили городской комитет БРСМ и руководство 38-й бригады. Военно-патриотическая игра приурочена ко Дню Защитников Отечества и к 105-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь. Уже стало доброй традицией проводить на территории 38-й десантно-штурмовой бригады в преддверии Дня Защитников Отечества военно-патриотическую игру «Призывник». В этом году почему-то очень большой интерес у учреждения образования города вызвало проведение этого мероприятия. У нас принимают участие в этом году 35 школ, больше 260 детей. Это большущая цифра, это значит, что молодежи интересно это направление, это значит, что в нашей стране растут патриоты, и это наша ближайшая смена будущих защитников Родины. Мы взаимодействуем тесно с нашими воинскими частями в городе Бресте в рамках проведения мероприятий военно-патриотической направленности. Всегда они идут нам навстречу, мы с большим удовольствием проводим совместные мероприятия, тем самым пропагандируя, приветствуя службу вооруженных сил, в том числе на базе этой части, элитной и достойной части нашего города Бреста. Главными участниками соревнований являлись юноши, обучающиеся в старших классах. Именно они в ближайшее время станут защитниками Родины, одев военную форму и став в армейский строй. Поэтому организаторы военно-патриотической игры «Призывник» своей главной задачей считают возможность подготовить молодых людей к службе в армии, развить у них моральные и физические качества, а также привить чувство патриотизма. Сегодня, наверное, как никогда актуально воспитание именно патриотизма, чувство патриотизма у наших молодых людей. В той обстановке, в которой сегодня находятся наши государства, в той обстановке, в которой находятся наши вооруженные силы, подготовка молодого поколения к службе вооруженных сил, к защите нашего государства, это, наверное, самая главная, важная цель в общей системе патриотического воспитания. И такие мероприятия, вот как сегодня проводятся в 38-й дистанционно-штурмовой бригаде «Призывник-2023», в преддверии 23 февраля 105-летия вооруженных сил Республики Беларусь, это значимо важно, чтобы люди понимали, что каждый себя должен готовить к защите государства, к защите своей Родины, к защите своей семьи, не только морально, но и физически и духовно. Мы полностью готовы, как и физически, так и морально, настроены на победу. Я хочу в пограничные войска, потому что есть знакомые, которые там служат, много рассказывали про это, так что туда пойду. У нас в команде вообще семь человек и четыре из них собираются поступать в высшее военно-учебное заведение. Лично я собираюсь поступать в погранвойска, которые находятся в Минске, как паспортный контроль. Я очень хорошо знаю английский язык, мне очень это нравится и хочу стать военным. Мне нравится больше охранять покой своей страны, Родины. В соревнованиях приняли участие более 260 учащихся. Игра проходила в несколько этапов. Самые сильные представители команд демонстрировали свои навыки в поднимании гири. Шесть, восемь, девять, шесть, одиннадцать. Подтягивания на перекладине. Самые ловкие пробовали себя в разборке автомата Калашникова. А самые метки соревновались в дарсе и стрельбе из винтовки. Думаю поступать в военную академию. Вообще, я хотел бы служить в ВДВ или в спецназе, сдать на краповый берет. Ну, примерно в таком духе. Я всегда восхищался вообще силами специального назначения, всегда не нравились. Тем более, я сам с военной семьи. Организаторы уверены, что юноши, принявшие участие в состязаниях, станут достойными продолжателями славных воинских традиций и настоящими защитниками Родины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова